Сегодня в расписании сочинских боксеров усиленные тренировки. Даже после больших побед они не дают себе расслабляться. Для Григория Кцекиана золото первенства ЮФО стало самой важной медалью, первым личным триумфом. Особенно боксеру запомнился его финальный бой. Был с Павловского пацан. Я с ним еще на край боксировал. Хороший бой сложился. Все три раунда первым номером работал. И за это выиграл. А Венера Джиджоева в финале билась против спортсменки из Калмыкии. На первенство округа ехала только за победой, говорит спортсменка. За плечами у нее золото первенства страны, поэтому понизить планку она просто не могла. Девочка попалась очень сильная. Была сильнее, чем была в полуфинале. И вот. Ну, как? Настроилась на бой. Решила, приехала раз. Значит, приехала за золото. Значит, заберу его с собой. В итоге с собой в Сочи боксеры увезли восемь медалей. Пять из них золотые. И это в условиях жесткой конкуренции. В первенстве ЮФО, которое проходило в начале марта в Ростовской области, приняли участие более ста спортсменов. Это юноши 13-14 лет, девушки и юниорки из Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края. Шестидневный спортивный марафон выдержали только сильнейшие. Соревнования прошли на большом уровне. Было нелегко это все пройти, но все-таки мы принесли, мы добились этого всего. И мы очень рады. И, конечно, сложнее всего были ростовские ребята, так как они были местные, правоместные. И вот калмыкии еще более-менее были ребята. А так Краснодар все равно впереди. Старский край. Благодаря победам на первенстве Южного федерального округа сочинские спортсмены получили путевки на первенство страны. В Тулу защищать часть города и края сочинцы отправятся в конце апреля.